Всем привет, друзья! С вами снова Добрый Макс. И сегодня мы посмотрим отличную, по-моему, игру, которая называется Баннер Сага. Она о том, как люди выручают друг друга, разумеется, о любви и его приключениях. Но не буду долго делать вступление, я могу только сказать, что буквально час-полтора в игре я провел, для того, чтобы немножко освоиться, и сейчас решил показать ее вам. Что ж, давайте смотреть. Ну и понятно, что история саги меняется в зависимости от того, какие решения мы принимаем. И изредка мы будем переключаться между главными героями. Это действительно так. Боги мертвы. Людям и великанам удалось выжить благодаря шаткому союзу, который помог им отбросить черных разрушителей, называемых драгами, глубоко в северные пустоши. Наступила эпоха развития и торговли. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Мы провели несколько долгих месяцев в дороге. Первые признаки снегопада начались, куда он подходил и их строит к крупнейшему торговому городу на границе между земными вардами и людей. Это последнее место сбора подойти перед нашим возвращением столицы. Несколько дней назад солнце просто остановилось в небе, хотя в эти долгие зимние дни никто из нас не может с уверенностью сказать, сколько дней прошло. Кто-то в караване считает это дурным предсоединением, я не склонен к своему вере, но я и сам буду лучше быстрее закончить для этого спорта. Одинокие путники предупредили нас о разбойниках на речи Хорнской дороги, по которой мы планируем возвращаться домой. Наш капитан, кажется, не теряет спокойствия. Возможно, он тоже рад близкому завершению пути. Мы отдохнем здесь день и зададим вопрос у губернатора. Да, великаны. Действительно великаны. Ну и разумеется, кто же еще может быть лучшим губернатором? Мы с вами прибыли как раз вовремя, когда у губернатора в тренировом зале началась заварушка. Да, мы прибыли как раз вовремя. Вождь и его люди ввязались в бой, который им дорого обойдется. По всей видимости, здесь уже кто-то пострадал, но давайте мы не будем долго задерживаться, постараемся все-таки защитить губернатора. Все-таки мы на него работаем. Здесь будет небольшое обучение, я его, разумеется, пропущу, только скажу самые главные моменты. Разумеется, мы перемещаемся к своим врагам и, соответственно, пытаемся его атаковать. Точнее, их атаковать. Обратите внимание, что над человеком сверху уровень шестой, но при этом он довольно-таки серьезно поврежден. Четыре, синее поле, это означает его броню. Ну и, соответственно, красное поле, это означает его здоровье, а также умение атаковать. Ну и, соответственно, сейчас мы можем выбирать, каким образом атаковать. Либо пробивать его броню, либо атаковать его здоровье. Ну и раз мы можем нанести ущерб 5, то, соответственно, всего 5 у нас уровень здоровья у врага. Давайте мы покончим с ним раз и навсегда. Ну и, разумеется, если мы пробиваем броню, то понятно, что, в общем-то, сопротивляемость героев падает. И вот появляется над... здесь вот такая звездочка, которая означает силу воли. Четыре из пяти. Это означает, что если у нас максимальный урон сейчас 5, то если мы добавим единицу силы воли, то мы нанесем 6 единиц урона здоровья. Но сейчас нам в этом нет необходимости, поэтому давайте мы ожидаемый эффект. Ну и да, каждое убийство приносит нам славу, и с помощью этой славы мы, в общем-то, сможем покупать какие-то улучшения для наших с вами персонажей. Ну, кстати говоря, на месте вот врагов я бы, честно говоря, не... не стал бы здесь долго задерживаться. Мне кажется, лучше убежать и, соответственно, не ступать с ними в схватку. Все-таки сначала четверо было против двух, но вы посмотрите, какие они огромные. Поэтому, соответственно, и смысла нет продолжать биться. Ну что ж, ладно. Это их выбор. Но, тем не менее, все равно они каким-то образом нас повреждают. И для того, чтобы пройти чуть дальше, мы как раз с вами используем две единицы силы воли. Тем более, силы воли у Гунульфа, она очень серьезная. Так, ну что ж, давайте используем навык ураган. Вот он. Ну и здесь, конечно, без вариантов. Отлично. Стражникам вождя конец. И у нас включается режим побоища. Ну и здесь, я так думаю, затягивать смысла нет. Активируем силы воли и... Повергнем его. Плюс еще одна слава. Отлично. Враги, лежащие у ваших ног, пожалели бы. Этот человек был подобен вешенному волку. Как мы дошли до этого? Мы обманываем себя, считая, что мир может быть долгим. Мой дед выстроил этот город из бедной рыбацкой деревушкой. Он видел, как умирают боги. Он видел, как умирают боги. Он видел, как последующий хаос. Видел, как люди и Варнер убивали друг друга. Еще до того, как умирают драки. Все, что мы сделали, это поменяли одно сражение на другое. Теперь, когда не осталось драков, с которыми можно было убивиться, мы и вкупицы с Варнером. Этот вождь хотел убить меня, и он не первый. Десяток семейцев в этом городе с радостью обезоняли мой трон. Эти поддиты напали на курсов к северу и югу от голодов, почти в задушив торгоза. Дела у них шли неплохо, хотя он отрицал это до последнего. Такой волк не прекращает кусаться, даже если ему отрезать голову, он просто отращивает голову. Дела у них не лучшим образом, мой. Помоги мне завершить судьбу, и не отпущусь в последних годах. Восьми люк, нужных людей. Они преданы, можно не верить. Они будут ждать тебя на полигонах. Отлично. Голова первая. Лишь только солнце остановилось. Когда вы покидаете тронный зал, к вам подходит человек. Его лицо вам знакомо. Он переходит прямо к делу. Эрик, распорядитель Стрэнда. Я заведую делами наместника. Убин, если не ошибаюсь. Чего же ты хочешь? Наместник сказал, что вы окажете нам помощь. Каким же образом я могу помочь? Когда вы убили вождя Скалфинга в тронном зале, все остальные бандиты разбежались. Наместник хочет удостовериться, что эти бандиты не вернутся. Он попросил, чтобы вы прогулялись со мной на портовый базар. Я знаю одного человека, который скажет, есть ли нам о чем волноваться. Отлично. Вместо того, чтобы, в общем-то, заниматься своей непосредственной работой, мы с вами ходим и помогаем губернатору. Мы будем надеяться, что в накладе мы не останемся. Давайте прогуляемся на базар. Позволь мне действовать, говорит Убин Эйрик. Вы придете между рядами домов и ветких торговых палаток. Цветные полотна развиваются на соленом ветру. Завидев вас, один торговец бледнеет. Хат, я сегодня не в настроении. Для чего? Для того, чтобы общаться с идиотом. Час назад вождь Скалфингов отправился к праотцам, Хат. А ты скажешь мне, куда попрятались все остальные. И тогда ты останешься цел и невредим. Я не говорю с... Они не говорят со мной. Так. Эрик, может быть, тебе помочь? Хат, я передумал. Я надеюсь, что ты будешь упрямствовать. Хат возится с какими-то грязными безделушками на столе. Он явно нервничает. Подождите, купите что-нибудь для отвода глаз. Если они прознают, откуда я буду брать информацию? Дадите немного денег на еду, хорошо? Ну, пожалуй, не будем мы ему давать денег, если мы можем добиться своего немножко другим путем. Вы делаете знак Гуннольфу, своему великану-телохранителю. Он нависает над человеком, как змея над мышью. Боги, Эрик, полегче. Что ты делаешь? Где Скалфинги? В дворянине у восточной стены. По крайней мере, там было их место несколько месяцев назад. По взмаху руки Эрика, Хат убегает, таща весь свой немудреный скарб. Заляжет на дно, пока все не утихнет, думаете вы. Ваш телохранитель выходит вперед. Мы здесь закончили? И давно у тебя этот зеленый костюм, Гуннольф? Нет, купил его, пока вы тут разговаривали. А что? Ну, вряд ли Убин будет подчеркивать красоту цвета или каким-то образом прекратит разговор, скорее всего, он будет немножко подтрунивать над Гуннольфом. Ты стал похож на лягушку. Все же лучше, чем баклажан. Гуннольф отходит посмотреть на другие прилавки. Эрик, этот человек, выражаясь мягко, не вызывает доверия. Слепой пес бы Хаду не доверился, но он когда-то был Скалфингом. Чтобы отсидеться, им нет смысла искать новое убежище, когда есть старое. В дворе не надо трактир. Насколько я знаю, назвали его так в шутку. Слушай, я знаю парня, который всегда готов порубить Скалф. Я пойду найду его. Встретимся на месте. Разве нам не нужно разработать план? Какая роскошь. Брось, ты сегодня уже побывал в ситуации посерьезнее. Ты только проследи, чтобы на месте не забыл о своем обещании. Двойная подать. Я ему напомню. У нас с вами отличное настроение. Сто процентная годность провианта и пяти процентная слава. Ну что ж, давайте двигаться к трактиру. Вы подходите к дому. Должно быть, это и есть дворянин. Через несколько минут появляется Эрик с обветренным человеком, который представляется Вальгардом. Я покажу, где они, говорит Эрик, через плечо. Готовы? Ну что ж, пора с ними разобраться. Вот это правильно, говорит Вальгард. Хорошо, идем. Вальгард открывает входную дверь таким сильным пинком, что ее уже не получится закрыть без ремонта. Когда вы входите в зал, Эрик стоит во главе стола, подняв топор. Застегнутые врасплох пьяные скалфинги бросаются за оружием, опрокидывая столы и кубки с медовухой. Потрясающе. Нам предстоит еще одна битва. Отлично. Ну, сейчас их, на мой взгляд, побольше. Я бы даже сказал, гораздо больше. Давайте немного расставим наших героев на нужные места и приступим к этим. Так. Ну и, в общем-то, давайте пока не будем торопиться. Несмотря на то, что скалфинги... Так. А вот этот скалфинг наверняка сможет нас достать, потому что он стоит очень близко к нам. Ну давайте подойдем к нему поближе и попробуем его атаковать. Так, ну, пожалуй, на силу воли у нас с вами семь из пяти. Как-то странно. Ну что ж, можно попробовать его сразу на четыре пункта здоровья окорчить. Так, ну и, насколько я понимаю, нам все же нужно 11,9 5,8 Четвертый уровень, третий, четвертый, третий, четвертый Так. Ну, давайте попробуем. Отлично. Да, неплохой удар. 7,15 Ну, долго стоять ждать тоже, наверное, смысла нет. Давайте продвинемся вперед. Ну, уракан нам применять смысла нет никакого. Вот это серия ударов. Неплохо. Самое время Вальгарду вступить в бой. И сразу разобраться со своим врагом. Да, вот это очень серьезные противники. Вы обратите внимание, сколько они у нас сняли сразу. Это те, кто вот третьего уровня 7,8 энергии, скажем так. 7,3 3,8 Давайте разберемся со своим противником. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Так, хорошо. Видимо, вот эту суперсилу больше не может использовать наш враг здесь. Давайте тогда разберемся здесь. Так. Видимо, какое-то ранение наш с вами герой получил, да? Ну, другого выхода просто не было. Так. Ну, я предлагаю воспользоваться суперумением. Ураган. Да, друзья, нам как-то нелегко приходится. Давайте мы приблизимся Вальгардом сюда и посмотрим, что мы можем сделать. Каменная стена. Странно, что только небольшой... Настолько небольшой урон мы можем нанести. Тем не менее, у нас все еще присутствует с вами сила воли. Так, ну давайте, наверное, все-таки здесь мы попробуем что-то сделать. На одного врага у нас будет сразу меньше. Так, отлично. Супер. Вот сейчас-то, я так понимаю, мы сможем с вами разобраться. Отомстить. Так-то. Хорошо. Еще лучше. Так, ну и что же, я так думаю, что ураган нам вовсе не помешает второй раз использовать. Семь, шесть, семь, три. Так, ну... Нам бы, в общем-то, побыстрее бы справиться с ними. Шесть, пять. Так, насколько я понимаю, сейчас бьется вальгард. Как бы понять, кто из них кто. потому что я так чувствую, что у нас уже... гон-ульфу придется плохо. Кто из них кто? не совсем понятно. Так, ну да ладно. Семь, шесть, семь, три. И мы сможем только две единицы добавить урона. Так, ну давайте с гарантией с одним из них справимся. Хайтом. Так, и гон-ульфу нехорошо. Хорошо. Отлично. Так, ну и с кем бы нам справиться? Да в принципе у нас выбора особенного нет. Круто. Ваша слава растет. Награды. Повышение. Эрик закален кровью. Слава плюс десять. Да, неплохо нас побили. А вот и они. Проклятие. Мне нужно смыть эту кровь. Эрик выглядывает в окно, выходящее на залив. К побережью подходит флот ландскипов под яркими красно-синими парусами. Одно знамя мне хорошо знакомо. Вогнер. Когда мы виделись в прошлый раз, он был претендентом на престол варлов. А другой флаг выглядит внушительно. Да, важные гости. Видишь, чем мне весь день приходится заниматься? Все становится немного яснее. Ты надеялся, что именно я скажу здесь все в порядке, когда прибудут важные гости. Не я, наместник. Теперь мне придется устроить так, чтобы к их приходу в тронном зале не осталось гниющих трупов и луж крови. Могу и попросить еще об одной услуге. А какой же? Если бы вы смогли задержать наших гостей на пристани, я был бы не против. Может быть. Эрик и Вальгард выходят из трактира. Эрик в последний момент бросает трактирщику немного серебряных монет за устроенный беспорядок. Вы сокрушенно пожимаете плечами и идете встречать с гостей на пристани. Отлично. Посмотрите, как много кораблей приплыло к берегам. Давайте побеседуем с прибывшими. Вогнер. Знакомый Варл вступает на пристань. Вы вспоминаете его молодым, расхаживающим пазаном Графхайма и искрящимся целеустремленностью. Боже мой, Убин, ты выглядишь как ископаемая. Приходят со старостью и раз есть Вагнир, то должен быть Хакон. Должен, а вот и Хакон. Все обтираешь бедняков и сумасшедших старой скряга. В каком возрасте пропадает чувство стыда? Этого требует Джарундр. Лучше это, чтобы не погибать от соскуки в Графхайме. К слову, я не подозревал, что ты так далеко от дома. Вообще-то, я только что вернулся из-за Арберранга. Чему и рад. Хакон указывает на другие корабли, вошедшие в бухту. Их паруса еще трепещут. На красном флаге красуется золотая голова волка. Король людей или его представитель. Королевский щенок. Сын короля, Лудин, разве ты не знаешь, летописец? Мы посещаем его столицу, а он посещает нашу. Так в наши дни и создаются союзы. Это пустая трата времени. Да, и оно есть у Хакона. И оно есть у Хакона. Я почти забыл. Хорошо, что ты рядом, Хакон. Значит, вы идете в Грофхайм? У меня созрело чувство, что в Стренде мои дела закончены. Я сам собирался идти туда. Нам стоит собрать караван. Да, стоит. Дай нам денек. При лучших обстоятельствах я бы пьянствовал неделю, но дела не будут ждать. Встретимся завтра у ворот. Он пытается сказать, что общение с принцем доставляет ему неимоверную радость. Где Могр? Хакон. Поручи ему найти, где разместить воинов. Я иду навстречу с наместником. Отряд гигантов уходит след за ним. Вы узнаете некоторых? Другие вам незнакомы. Видим, я иду искать Могра. Увидимся утром, летописец. Я подойду. Молодой принц людей сходит с корабля. Он отряхивает плащ, оглядывая набережную из-под пола опущенных век. Лудин кажется юнцом, который еще недавно отрывал лапки у пауков. Долгое возвращение в Грофхайм должно быть будет ему интереснее большинства прожитых лет. Так, отлично. Внезапно на вас наваливается усталость, и вы улыбаетесь, вспоминая, какой странный был день. Кто-нибудь из слуг, наместника в тронном зале мог бы найти вам место для ночлега. С другой стороны, если вы завтра собираетесь идти с караваном Вагнира, не помешает выпить с Хаконом или представиться принцу, о котором так лестно отзывались варлы. Ну, лестно, конечно, имеется в виду иронично. Давайте тогда для начала повидаемся с Хаконом. Летописец. Вы находите Хакона в трактире в окружении других варлов. Хотя варлы часто бывают в Стренде, такой большой группы здесь почти и не встретить. Хакон машет, подзывая вас. А ты прямиком к бочонку? Это Вогнер отказался от выпивки. Меня все равно не звали к их наместнику. Ты уже пропустила резню. Каждый год я объезжаю землю, собирая налоги. Каждый год именно в человеческих поселениях возникают проблемы. Неудивительно. Что на этот раз? Когда я попал сюда, тронный зал был уже завален трупами. Мы добавили еще несколько. Ха, люди. Думаю, если бы мой век был короток, как отрыжка Йокса, я бы тоже изо всех сил стремился оставить о себе какую-то память. Никогда не поздно попытаться начать, Хакон. Хакон усмехается. Любой варл мог бы перечислить его подвиги во многих сражениях. Как во второй войне, когда он бок о бок с Вогнером порубил полчища драгов, так и много раз после. Здесь я лишь прославленный телохранитель. Возможно, это прав. Еще одна причина вернуться в Грофхайм. Думаю, что это будет достаточно скоро. Вы пьете, пока в трактире вам не становится душно. Вы выходите наружу на прохладный воздух. Все понятно. Встретились старые вояки, которые проверили друг друга уже неоднократно в битве. И, в общем-то, есть возможность вспомнить былые времена. Ну и, тем не менее, давайте попробуем к принцу наведаться тоже. То ли это место. Вы находите принца на постоялом дворе. Здание окружено стражниками. Среди них варл с острым взглядом, который должно быть работать на Лудина. В конце концов, возмахом подзывает женщина в красном и встает перед вами, скрестив руки на груди. Приветствую вас, принц Лудин. Да, ты из святы Вогнера? Я тебя не помню. Не совсем так. Мы с Вогнером старые знакомые. Я со своей свитой буду сопровождать вас в Грофхай. Лудин впервые поднимает взгляд. Женщина не реагирует. Почему? Я работаю на короля. Ношу подати в столицу. Мы встретились случайно. А, сборщик налогов. Изысканная компания. Чего ты хочешь? Хм. Ну, давайте, в общем-то... Расскажем Лудину, что у нас есть привычка записывать историю. Я думал, что, может быть, у нас получится поговорить о вашем визите. Варл историк? Ага. Разве ты еще не знаешь? Короли ведь раструбили это по всей стране. Боюсь, что я довольно долго был в дороге. Лудин глубоко вздыхает. Вы не уверены, что он хочет показать усталость или пренебрежение? Может быть, и то, и другое. По большей части, это формальность. Вогнер посетил нашу столицу в Варберанге. А теперь мы идем в столицу Варлов в Грофхайме, чтобы скрепить этот великий альянс на следующую эпоху дружбы людей и Варлов. Вы говорите так, словно не верите в это. Этого и не нужно. И здесь так чертовски холодно. Вам кажется, что он изо всех сил старается не начать открыто жаловаться. Вы пользуетесь возможностью, чтобы попрощаться. Да, такая немножко странная и неоднозначная личность этот принц Лудин. Тем не менее. Все-таки он нашел в себе силы отправиться вместе с Варлами в их столицу в качестве ответного визита вежливости. На рассвете возбудет звук прибывших повозок с товарами. По крайней мере, вы думаете, что сейчас рассвет. Когда солнце застыло на месте, определить довольно-таки трудно. На мешках с товарами отпечатан герб наместника. Мешков столько, сколько и было обещано, к вашему легкому удивлению. Интересно, есть ли в этом заслуга Эрика, думаете вы? Ваши стражники везут повозку с золотом к воротам. Вогнер уже здесь. Через некоторое время появляется Лудин со своими растрепанными и пошатывающимися людьми. Могр делает шаг вперед. Вы припоминаете, что он служит квартирмейстером Вогнера и командует его огромной свитой. Вы знакомы с ним лишь поверхностно. Он спрашивает, готовы ли вы выступать. Ну, я так думаю, что мы готовы. Вы следуете за мокрым к остальным. Как правило, маленьких дверей, вделанных в ворота, достаточно, чтобы выйти из города. Но городской страже приказали распахнуть ворота полностью. Они бормочут себе под нос выражение, которое лучше не слышать. Возможно, наместник ожидал, что провожать вас будет ликующая толпа. Но никакой толпы нет. Просто раздраженные, уставшие люди. Это определение хорошо подходит ко всему стренду, думаете вы. Отлично. Отправляемся в Грофхайм. Потрясающее место, друзья. Обратите внимание, что вдалеке виднеется какой-то... Даже не знаю, как это назвать. Замок. Вполне вероятно, что мы туда еще с вами попадем. У нас по-прежнему отличное настроение. Интересно, что это означает. 366,85. Это... Уровень жизни, возможно. Караван разбивает стоянку до следующего дня. Подарок, говорит Могр, с треском распечатывая бочонки с медовухой. От нашего щедрого друга, наместника Стренда. В течение нескольких часов бочонки кочуют по всему лагерю в сопровождении взрывов хриплого смеха. Ну, давайте поднимем тост за Вогнера. Вы поднимаете рог, произнося тост со союз людей и варвов. Страпезники присоединяются к вам. Лудин сидит с каменным лицом, но все остальные смеются над вашей попезной речью. Через некоторое время вы садитесь рядом с Вогнером. С Вогнером. В общем-то, давайте поболтаем с ним. Спасибо за речь невнятно бормочет Вогнер. Ну, все понятно. Это, видимо, единственное, что он мог сказать. Кажется, ты зря пропустил прошлую пирушку. Спасибо Могру. Я думал, что чертов наместник никогда не заткнется. Он тебе рассказал всю историю своей семьи? Он пытался. Затем он попросил меня разгрести свои проблемы, как выясняется к вашему приезду. Я бы сам тебе доверил. Клянусь богами, никакой радости нет в политике. Кстати, о ней. Что случится по завершении этого дела с Лудином? Надеюсь, мальчишка вернется в Арберан самостоятельно. А я, например, смогу выместить раздражение на драгах. Все больше походишь на Хакона. Тебе не нравится жизнь дипломата? Ха, ты не скучаешь по сражениям, увы? Вместо ответа вы опустошаете свой кубок. Вогнер сутулится и качает головой. Убивать драгов – развлечение так себе. Но я уверен, что все эти разъезды – переговоры королей о том, чтобы ввести наследование. Раньше право командовать завоевывалось поступками. Разве не поэтому ты сейчас командуешь? Поэтому? Или потому, что я в следующий раз в очереди на престол? Я уже не могу понять старина. Ну, понятно. То есть речь идет о том, чтобы все-таки не за заслуги занимали престол. Это всегда было трудно понять, Вогнер. Вогнер смотрит в костер, задумавшись, а вы оставляете его наедине с его мыслями. Покачиваясь, вы встаете. По всему лагерю видны следы покойки. Могрой пинками будет воинов, а вы видите лудина, претущегося в вашу сторону. Он обходит спящие тела. Лучше просыпайся, вы толкаете Вогнера. К тебе, посетитель. А, это же Лудин. Всегда рад. Ты выглядишь отдохнувшим. Вогнер сдержанно зевает и получает злобный взгляд в ответ. Сколько еще до Грофхайма? Видишь ли, мы всего в двух днях пути от Стрэнда. Давай я покажу тебе на карте. Так. Отлично. Значок с портретом показывает, где находится наш караван. Фантастика. Друзья, я чувствую, нас ждет совершенно потрясающее приключение. А вот, кстати говоря, и сам Грофхайм. Грофхайм. Последний дом Варлов и место соседоточия их власти, основанное Арн Финнером, вторым королем Варлов. Хотя Варлы много перемещались с места на место, большинство из них считает своей столицей Грофхайм. Здесь воздаются почести подвигом Варлов и проводятся погребения всех достойных воинов у подножия двух копий, где, как говорят, они становятся частью самого кряжа Варлс Марч. Потрясающе. Неужели мы везде с вами побываем? Ну тогда мы здесь надолго, друзья. Мы направляемся на север, затем на восток, мимо фортов. Грофхайм далеко от Стрэнда, нас ждет долгий путь. Тебе стоило выпить прошлой ночью, Лудин. Почему бы не отправиться в Скрайм... В Скрайм Ирстед морем? Какой смысл идти пешком? Сильверстоун, Серебряный залив, называется так неспроста, он круглый год покрыт льдом. Ландскипом там не пройти. Это, видимо, какие-то лодки. Все-таки, какая жалость? Мы могли бы показать вам все чудеса Скрайм Ирстеда. А наполовину становший город, который кишит драгами, принц. Драги и ледники. Вы любите ледники? Лудин фыркает, не скрывая презрения. Он отбрасывает полок палатки и, выходя, раздраженный рябкой на свит. Не вращай зиное гнездо, Вогнер. Кажется, ему здесь нравится не больше твоего. Проведи еще несколько дней с этим мальчишкой, дружище. Ты сам начнешь искать дерево, чтобы повеситься. Просто у Лудина еще меньше терпения, чем у Хакона. Спасибо, Вогнер. Давайте выдвигаться. До Ведерфелла еще полдня пути, в лучшем случае. Да, несмотря на то, что, в общем-то, они, скажем так, друзья, ну, такие, официальные, тем не менее, терпеть они друг друга больше минуты не могут. Я имею в виду принца Лудина и варлов. Так, ну и что же, здесь мы можем управлять своим караваном, во время путешествия можем в момент войти в лагерь. Тем не менее, в лагере и в городках вы можете улучшать своих героев, а также экипировать их с этих палатков героем. Отдых повышает моральный дух каравана. Высокий моральный дух снижает потери в сражениях и влияет на вашу силу воли в бою. Каждый день тратится провизия, так что отдыхайте только, когда это необходимо. Палатка тренировки позволит вам безопасно попрактиковать обращения с любыми персонажами в учебной битве. Так, ну вот у нас есть возможность... А, нет, вот щелкнем палатку героев. Один или несколько ваших героев ранены. Раненые герои могут сражаться, но у них имеется штраф к максимальной силе, равное количество дней до излечения. Раны лечатся с ходом времени. Отлично. Ну да, как раз Гунальф очень здорово пострадал у нас в прошлой битве. Лудин, Мастер Копья. Хакон, уровень 1 воевода. И Могор, Щитоносец. Ну понятно. Мы, собственно, уже знаем с вами о том, что навык Ураган наносится по площади, и он активирует пассивный навык Ястреба Тяжелый Удар, который, в свою очередь, может вызвать разрушительную цепную реакцию в тесном бою. Сберегите Ястреба до поздних этапов боя, чтобы получить от него максимальную эффективность. Хорошо. Что здесь есть еще? Есть возможность отдохнуть, потренироваться. Но задерживаться мы здесь, пожалуй, не будем. Давайте отправимся в путешествие дальше. Ведерфелл. Само это название означает плохую погоду и ледяной ветер, то ищи звук. Они разводят вод, но в большинстве своем это выгненные из стрэнда люди, которым больше не надо пойти. Зачем кому-то здесь жить? Мы не будем задерживаться. Да, довольно-таки большой караван. Все понятно. Обозначает это количество, сколько у нас варлов и сколько бойцов. Варлов довольно-таки много, почти 400. Клянусь Хадрборгом, сколько варлов из-за пары голов скота. Что? Пару дней назад отправился в стрэнт донесения о пропаже скота. Не ожидал, что прибудет армия. А, ну он думает, что это к нему пришло. Он выглядит довольным, пока до него не доходит, что вы здесь не по его делу. А куда ушел ваш скот? Не могу знать. Мои ребята видели, что какие-то люди тащили их в холмы. Мало на свете людей, способных в одиночке утащить корову. Скалфинги? Может быть, на них работает варл? Судя по тому, что сообщил наместник, вряд ли. Я гляжу окрестности и прослежу за установкой лагеря. Крестьянин сплевывает, его глаза тревожно оглядывают ваших людей, разбивающих палатки. Мы пробудем здесь не больше дня. Купим у тебя любую еду за серебро. Для сотен варлов? Вы серьезно? Лишь то, что вы захотите продать. Хотите встать на постой? Здесь не хватит места даже для пары охотников, не говоря уже о сотне. Заткнись. Слышите это? Где Лудин? Звук совсем слаб. Звучит, как ласк оружия и что-то еще. Хакон срывается с места в бег. Отлично. Принц Лудин уже успел попасть в какую-то передрягу. Нашел себе приключение. Ну, понятно, что здесь мы можем передвигаться через путевые точки, чтобы обойти какие-то клетки. Копейщики могут атаковать по диагонали, также с расстояния двух клеток. У нас есть возможность сравнить параметр с параметрами врага. Ну, как вы видите, сравнение далеко не в пользу принца Лудина. Броня блокирует атаки на целенные силы. Каждая единица, на которую вражеская броня превышает вашу силу, добавляет 10% шанс того, что атака будет отражена. Ага. Понятно. Обратите внимание на параметры шанса попадания, показанных над кнопкой атаки. Атакуйте этого врага. Ну, в таком случае, наверное, нет смысла атаковать его... Как это? Атаковать его здоровье. Нужно атаковать, мне кажется, его... А, ну, нам не дают это сделать. Все понятно, друзья. Улучшение продолжается. Давайте побольше силы воли приложим. И это нам тоже не дают. Хорошо. Отраженные атаки не наносят урона. С настоящего момента вы будете терпеть катастрофические неудачи, если не начнете пробивать броню врага. Атаковать как силу, так и броню одинаково важно. Хорошо. Отлично, друзья. Принц Лудин, на самом деле, вообще ничего не смыслит в сражениях, если он так легко отдал себя. Поразить. Так, ну и что же, нам лучше, наверное, встать прямо перед ним, да? Раскалывающий удар. Есть возможность просто атаковать. Ну, давайте, наверное, все-таки мы попробуем убрать как можно больше брони у него. Неплохой результат. Так. И насколько я понимаю, это как раз и есть те самые драги. Так. Давайте-ка мы подойдем к нам сюда. Кобью боли. нет, его мы применить с вами не можем. Ну что ж, тогда конец хода. Да, он немного до нас не дошел. Так, ну, ураган мы с вами, наверное, применять не будем, потому что... Да, хотя, почему нет? Давайте-ка. Супер. Четыре единицы здоровья мы с вами уже сняли. Это очень даже неплохо. Ну и раз у нас исчез уже штраф за... урон, давайте-ка мы... как можно больше этого самого урона нанесем. Я так думаю, что второй ураган нам будет в помощи. Да нет, копье боли, наверное, смысла нет. Давайте атаковать его здоровье. Штрафы схожены. К счастью, наши с вами союзники представляют у себя довольно-таки серьезную силу. Еще один ураган, я думаю, нам совершенно не улучшает. Правда, в этот раз всего лишь по одной единице мы с вами получили. Так, что-то... делать что-то очень-очень плохое, да? Насколько я понимаю. Так, ну и нам бы, наверное, с ним справиться, хотя мы и не успеваем это делать. Тем не менее. Отлично. В общем-то, довольно-таки не сложно пока, во всяком случае. Так, отлично. Почему мы такой малый урон можем ее нанести? А, у него вообще осталось только пять единиц, да? Давайте-ка мы расколем его броню в таком случае. На всяком случае, попробуем. Так, хорошо. Ну, я так думаю, что нужно покончить. И у нас открыто достижение воевода. А, все понятно. То есть, есть еще и подкрепление. Потрясающе. Давайте разберемся с нашим противником. Так, и на самом деле нам как-то очень-очень невесело. может быть нам Гунульфа немного отвести в сторону. Все-таки сейчас пока у него всего лишь три здоровья. Это может в любой момент закончить плохо. Да, давайте, пожалуй, это сделаем. Пусть будет конец ходу. Гунульфу уже второй раз подряд в битве достается. Отлично, зато вот сейчас есть возможность поместить. Так, замечательно. Замечательно. Пусть может копьё боли, а он не может достать него, да? атаковать мы тоже не можем. Ну, в таком случае копьё боли давайте испробуем. Опять мы не можем этого сделать. Да, да что же это такое? Другое дело. Я так думаю, что ранений у Гунульфа сейчас прибавится. Отлично. Круто. Но только не круто совершенно то, что у нас с Гунульфом такие проблемы уже второй раз подряд. Ты что, хочешь, чтобы тебя убили, Лудин? Что ты делаешь? Я пытался найти, пытался ударить в стык брони. Ты что, никогда не встречал Драга? Что за идиот? Сперва ломай их броню. Откуда они появились? Мы вообще не слышали их приближения. Они просто появились из ниоткуда. Хакон идет к Вогниру, к Вогниру, лежащему лицом вниз. Будущий король Варлов лежит неподвижный. Вокруг него расползается пятно крови. Вогнир мертв. Глава вторая. Удар острым клинком. Да, к сожалению, Вогнир пострадал. И пострадал очень серьезно. Очень серьезно. Откуда взялась эта штука? Будь рядом. Мне кажется, он нас заметил. так. И по всей видимости, здесь мы будем иметь дело с лучниками, да? Ну что ж, хорошо. Правда, я не знаю, насколько хорошо, потому что, как вы понимаете, противник это довольно-таки серьезный. Осторожно, не подходите слишком близко. Ну хорошо, слишком быстро, слишком близко не будет. Так, есть нитка в иголку. А, ну это какой-то далекий выстрел, да, видимо. Так, все понятно. Ну то есть лучники могут атаковать гораздо дальше, да? Но для этого нам все равно нужно с вами подойти поближе. Ну и разумеется, давайте атакуем его броню. Насколько это опасный воин, мы уже знаем, хотя, в принципе, видимо, он уже был поврежден в какое-то время. Так, пометить жертву. Наносит один на единство урона брони и все союзники в радиусе атаки автоматически атакуют цель. Да, в принципе, нам это не особо нужно. Так, здесь мы можем уже повредить его здоровье. Без какого-либо штрафа. Так, хорошо. А давайте испробуем вот эту нитку. Отлично, то есть мы сняли как одну единицу здоровья, так и одну единицу брони. Ну, я так думаю, что мы сейчас с ним уже покончим. Круто. Это был Драк. А лето выглядит спокойней, но вы видите, что сердце у нее вот-вот выпрыгнет из груди. Видимо, она раньше его никогда не видела. Да, дай мне посмотреть. Ты ранена? Нет, я буду в порядке. Когда Драги атаковали вашу повозку, Йокс бросился вперед и разбросал большую часть провизии. Глянув направление деревьев, вы видите темные фигуры, движущиеся между ними. Вся эта еда, это все, что у нас есть до начала зимы. Нам что? Что нам делать? Не спеши, дай мне подумать. Так, ну, либо мы забываем о провизии и возвращаемся в Скогр. Можно поспешить и можно оставить лету одну. Ну, вряд ли рук на это пойдет. Давайте все же поспешим и сможем собрать провизию, пока не появились новые Драги. Я вижу среди деревьев. Ты уверен? Нет, поэтому мы и должны двигаться быстро. Так. Олета успокаивает Йокса, пока вы торопливо бросаете провизию обратно в повозку. Появляются новые Драги, но вам удается ускользнуть, прежде чем они успевают подойти. Огромные фигуры медленно тают вдали. Отлично. Все-таки, значит, у нас получается мало того, плюс 15 провиант. Мы еще сделали правильный выбор. Провизия это еда и другие товары, необходимые для поддержания жизни в дороге. Когда провизия закончится, люди начнут умирать от голода. Чем больше людей в караване, тем быстрее будет уменьшаться запас провизии. Так, и у нас на сколько дней осталось провизии, мы видим вот здесь. В большинстве городов можно приобрести провизию, а также другие предметы. Потрясающие ландшафты, друзья. Просто потрясающие. Хорошо, что ни один из наших союзников не был ранен. Ни Руд, ни Олета. Поскольку времени на восстановление совсем нет. Интересно, к чему же все в результате придет? Мы должны победить всех драгов? Или уничтожить всех скалфингов? Я никогда не ожидал увидеть драга своими глазами. Что случилось на земле? Приближаясь к дому, мы видим других среди деревьев, и Олета крепко стискивает мою руку. Мы должны найти Айвера. Мы должны найти Айвера. Так, кто же такой Айвер? Ну, повозка у них довольно-таки вместительная, друзья, надо признать. Поэтому не зря они задержались. А вот на фоне я вижу драгов очередных. Насколько я понимаю, драги это люди, а где-то и в броню или нет. Я так думаю, что чуть позже мы об этом узнаем, да? Айвера. На площадке для тренировок стоит огромный варвел, возвышающийся над людьми. Он щурится при вашем приближении. Уже вернулся, охотник? Я думал тебя ждать завтра. Драги повсюду. Драги? Как они прошли через Грейхорн? Должно быть, прорвались мимо форта. Находящиеся поблизости бойцы прекращают спарринг. Они собираются вокруг вас. Черт возьми, они скоро будут здесь, если еще не пришли. Вы слышите крики. Люди бегут от окраины города к тронному залу. Айвер поворачивается к одному из старших юнцов в своей группе воинов. Эгиль, отведи Алету в тронный зал и расскажи вождю о том, что происходит. Остальные соберите столько людей, сколько сможете. Идем, Алета. Нет, подождите, я хочу помочь. Так. Ну, в принципе, нам помощь не мешает, тем более, в общем-то, Алет, ну, Эгиль, я не знаю кто, но Алет проявила себя как очень и очень грамотный воин. Может, еще кос в отряд возьмем? Я не хочу хоронить детей. Я не дам ничему плохому с ней случиться. Хе-хе. Ну, видимо, Эгилю очень понравился Алет. Рано или поздно им придется с этим столкнуться Айвер. Что теперь? Да, Эгиль, не опускай свой щит. Мы будем сдерживать их, пока все не войдут внутрь, и тогда уже решим, что делать дальше. Новые крики привлекают ваше внимание. Они доносятся из домов на вершине ближайшего холма. Так. Ну, насколько я понимаю, нам нужно сейчас пройти туда и попробовать справиться с той угрозой, которую мы там видим, да? Как ожидалось, количество драгов растет. Страх грозит перевести в панику. Сколько нам еще их сдерживать, спрашиваете вы? Айвер с недоумением он качает головой. Это плохой знак. Порядок ходов. Герой двигается в выбранном вами порядке, слева направо. Порядок ходов очень важен при выработке стратегии. К примеру, ставьте лучников после войны в ближнего боя, чтобы они были в безопасности уйти их за спиной. Ну, я, насколько понимаю, речь идет... Так, значит, вот он тоже у нас лучник, рук. Значит, впереди должен стоять Айвер и Эгиль. Ну что же, мы готовы. Интересно, сколько нас ждет драгов. Да, неплохо, неплохо. И вы знаете, друзья, я совершенно не пожалел, что мы с вами взяли с собой Алету и Эгиля. Пусть закаляются в бою. То, что со щитом выглядит опасно, ну разумеется. Так, здесь есть возможность протаранить. Давайте все-таки мы займемся тем, кто стоит к нам ближе всего. но силу воли мы все-таки с вами прибережем, я думаю, да? Не знаю, насколько грамотно это было решение, друзья, честно говоря. Надо было все-таки одну силу воли активировать, чтобы следующим ударом этого противника повергнуть. Ну да ладно. давайте испытаем Эгиля. Пробьем у него немного брони. Я так думаю, что Алете стоит подойти поближе и атаковать. Отлично. Отлично-то отлично, но отлично только пока. Так, пометить жертву. Да легче, наверное, просто атаковать. Да, трех будет вполне достаточно. Следующим ударом надо избавиться. Так, и подмога у наших противников близко. Супер. Так, да, Лете очень даже не повезло. Ну и Гиль должен попробовать справиться с этой угрозой. Отлично. Давайте-ка мы немного отойдем назад угроза испробуем вот это вот умение. Круто. Так, Гилю совсем тяжело становится впереди. Так, что у нас с воинами? Они полны сил. Так, ну и самое время снимать у него здоровье. Отражение круто. Я так думаю, что Игиль в большой опасности. Вряд ли он переживет эту атаку, но тем не менее. Так, оставим их в покое. Пытаемся пробить немного брони. Хорошо. Круто. Ну, этим ударом мы в принципе должны справиться. Круто. А теперь Олеты смогут тоже подойти и поучаствовать в битве. Ну, теперь тебе не поздоровиться. Да, немного отвлекли внимание на себя и это неплохо. По одному. Так, нет, здоровье мы у него вряд ли с нами. Может быть, нам пока Игиль отвезти, все-таки он свою роль выполнил. так, Ну, здесь без вариантов. Так, ну, сюда броню снимем. Круто. Так, ну, и самое время справиться с врагами уже. Да, вот что значит низкий уровень брони. Урон, который мы с вами наносим, тут же становится гораздо больше. так, и у нас повышение. Так, не будем мы трогать Игиль, оставим его в покое. Пусть отдыхает. Так, ну, а этим можно подойти чуть поближе и атаковать. Круто. Бой может быть слишком сложен, но все понятно, то есть можно будет изменять сложность боя непосредственно в процессе боя. Так, ну, и что же будет дальше? Черная Орда сползает с облужки леса. Хватит, говорит, Тайвер, оглядываясь через плечо, мы возвращаемся. И добавляет подругов. Рук. Я хочу еще раз проверить близлежащие дома. Попробуем найти кого-нибудь. Давайте понаблюдаем. В принципе, в этот раз мы с вами никого не потеряли. Повернувшись, вы видите, как каменный великан появляется с другой стороны дома. Он безмолвно нависает на долета, его лицо каменное, его лицо каменное и ничего не выражающая маска, более жуткая, чем любой злобный рев. Когда он заносит свою огромную палец, у время словно замедляется. Ну, давайте бросимся на него с топором, что ли? Вы бросаетесь к ней, и Олета поворачивается к вам с растерянным лицом, затем она оборачивается и застывает как вкопанная. Драг слишком далеко, чтобы достать его вовремя. Внезапно Игиль прыгает между Драгом и Олеты, подняв свой щит. Черная каменная булава брушивается на него. Щит Игиля сминается как бумага, и вслед за ним тело юноши. Мгновение спустя рядом оказывается Айвер и перерубает шею Драга. Он мертв, говорит Айвер, глядя на расколотый череп юноши. Олета задыхается, закрывая руками лицо. Я осматриваю другие дома, говорит Айвер. Попробую найти кого-нибудь, а затем встретимся в втором зале. Да, как я и думал, Игиль эту схватку не переживет. Так, здесь какой-то рынок. Так, ну, насколько я понимаю, сейчас мы купить ничего не можем. То есть, мы можем что сделать? Мы можем продать, получается, одну славу и за нее выручить три монеты. Или это провиант, имеется в виду, за одну славу мы покупаем... Да, это провиант. За одну славу мы покупаем три единицы провианта. Но тогда в чем измеряется вот эта стоимость? Так, подтвердите покупку. Редкий кристалл, который при ударе издает приятный звук. Такие кристаллы часто вешают на оружие для создания мелодического эффекта. Плюс две воли за убийство. Так, давайте почитаем, что еще есть. Рунный камень молнии. Небольшой камень с любопытной резьбой, напоминающей гушующие грозовые бури. Десятипроцентный шанс двойного урона с силой плюс один при влечении агрессии. Шипованная головка. Тяжелая головка добавляет немного веса вашему оружию, что позволяет наносить более сильные удары. Отбрасывание при силовых атаках выше пяти. Но отбрасывание нам совсем не нужно, я так думаю. Так, ну, насколько я понимаю, нам вот что-то такое нужно, да? Получение агрессии. Так. Но здесь я, насколько я понимаю, разные уровни у этих предметов, поэтому мы пока еще никому и, в общем-то, дать-то не можем. Это все. Хорошо, тогда пока в таком случае не будем ничего делать. Так, а вот есть у нас герой, у нас у кого-то было повышение. Давайте посмотрим. Ваши предметы показаны в нижней части реестра. Чтобы использовать предметы, перетаскивайте их на своих героев. Предметы могут использовать только герои равного уровня. Чтобы использовать более мощные предметы, повышайте уровень своих героев. Щелкните предмет для дополнительной информации. Ну вот, допустим, браслет алеты. Давайте алете отдадим. Это логично. Так, повышение. А, вот видите, то есть не стоит торопиться тратить славу, потому что у нас есть возможность повысить свой уровень. И разумеется, это как бы лучше, да? Так, что мы повысим Айверу? Уровень 2, силач. Значит, количество единиц урона, которые вы изначально можете нанести броне врага. Количество единиц силы воли, которые вы можете использовать на какое-либо действие. Сама сила воли. Сила, броня и навык персонажа. Так, ну, друзья, я так думаю, что на сегодняшний день нам бы, конечно, лучше уровень силы поднять, я так думаю. И, наверное, пожалуй, уровень брони. Пока ничего более умного, друзья, я придумать не могу. Так, ну, здесь пока у нас нет возможности. Нужно двоих убить для того, чтобы получить уровень, насколько я понимаю. Так, и у нас повышение урока. Отлично. да, разумеется, подтверждаю. Так, что здесь? Давайте-ка мы тоже будем действовать в этом же духе, потому что пока сложно сказать, что она может еще пригодиться дальше. Отлично. Самое время повысить был уровень, потому что сейчас нас ждет, видимо, новая схватка, да? Так. Нашел кого-нибудь? Несколько человек. Я отправил их внутрь. Боже, это плохо. Агиле. Это моя вина. Он был хорошим бойцом для своего возраста. Сирота. Я думал, я уже забыл, что это такое биться с драгом. Я давно не практиковался, Рук. Смотри, сколько я тебя знаю, ты всегда избегал говорить о драгах. Самое время начать говорить. Могу тебе сказать, что они редко останавливаются на отдых. Чем раньше мы уйдем, тем лучше. Они будут идти за нами, пока мы не начнем спотыкаться об уставших женщин и детей. Тогда они и нападут. И даже когда мы все поляжем, они продолжат идти, топча наши трупы. Им нет конца. Как вообще кто-то выжил в Великих Войнах? Спроси, целителей, меня там не было. Но я знаю, что ты свое повоевал. Да, я убил достаточно драгов на своем веку. Вот почему ты теперь не сможешь, ты сможешь нас спасти. Не говори мне такого. Давай, идем внутрь. Так, хорошо. Но нам ни туда, ни туда не нужно. Давайте мы все-таки в тронный зал зайдем. Рух, слава богам, вы здесь. Тронный зал гудит, как улей. В нем теснятся десятки испуганных семей. Рано расслабляться. И в мыслях не было, что за чертовщина тут творится. Это действительно драги? Они крушат дома? Жена вождя находит вас проталкивая сквозь толпы. Они должны знать, что мы здесь. Почему они не нападают? Не знаю, не рассчитываю, что так будет продолжаться. Я принял кое-какие решения, но скажите мне прямо, каждый из вас, что бы вы сделали на моем месте. Я бы уходил, они уже за дверями. Не так-то легко сделать. Рук. Ну, если действительно драги нас просто догонят, как сам Айвер говорит, то смысла убегать сейчас нет. Я думаю, что мы все-таки сможем продержаться. Вождь тяжело вздыхает и сутулится. Выглядит намного лет старше. Я представил, как мы даем отпор и спасаем город, но это чушь. Айвер прав, конечно. Мы не можем просто ждать, пока нас тут перережут. Куда мы идем? Если драги идут с севера? Фроствельм. На западе. Он близко и у него есть стены. Мы должны уйти из Когра в один прием. Все до единого. Я бы не стал. Если не последуют за нами, мы обречены. Ну да, как Айвер и говорил раньше. Что ты предлагаешь? Позвольте мне отвлечь врага, а затем уходите. Я догоню вас на пути к Фроствелеру. Ну то есть, рук вызвался помочь ему, да? Айвер прав. Я помогу отвлечь их. Вождь надолго задумывается. Я спрашивал совета не для того, чтобы игнорировать его. Обещайте, что не погибнется зря. Это не входило в мой план, Айвер? Нет. Тогда я пойду с вами, отважная женщина. Это застает нас в Росплох. Вождь трет подбородок, но не спорит. Судя по тому, как она обучила Алетту, она умеет владеть луком. Ладно, я приготовлю горожан. Действуй, Айвер. Мы выйдем, когда ты уведешь их. Круто. Очередная битва, насколько я понимаю, да? Алетта находит вас, прежде чем вы успеваете найти ее. Я знаю, что ты делаешь. Ты должен взять меня с собой. Не оставляй меня, пожалуйста. Я буду хороший. Но она неплохо себя проявила. Давайте заберем ее. Я обещаю, говорит она. Айвер скоро находит вас обоих. Идем. Помните, что мы хотим сражаться со всеми. Мы просто хотим привлечь их внимание. Видимо, что мы не хотим сражаться. Со всеми, на самом деле. Вы входите на городскую площадь и видите площадь драгов, окружающая ее. Айвер начинает стучать в свой щит и выкрикивать ругательство. Сперва мы убьем парочку, кричит он. А там остальные подтянутся. Вы готовитесь к тяжелому сражению. Да, очень вовремя мы повесили уровень, друзья. Я так думаю, что сейчас нас ждет жаркая схватка. И жалко, что в наших рядах не будет игиля. Вот это ничего себе. Так, ну давайте мы поближе немножко переместим рука. Здесь все вроде бы нормально, но только надо поближе переместить OLED, мне кажется. отлично. Битва. Ну в принципе у нас выхода другого с вами нет. Надо отвлекать себя на себя. Да, займемся тем, что сразу будем бить его. Потому что на подходе второй. Угу. Отлично. Так, а вот это уже не отлично. Так, подойдем чуть ближе. Да, мне кажется, OLED нужно в любом случае уводить. Она, конечно, в состоянии справиться сама, но не в такой же степени. 8-7. У Отлиев все еще хуже. Так, и она не может использовать свое умение. Так. Разобьем немного его брони. Так. Да. Я так и думал, что это произойдет. Следующим как раз он и ударит по большому счету. Ну давайте. Нам нужно точно расправляться с монстрами. Пока мы с вами держимся. Так. Зря я, конечно, это сделал. Ну, ладно. Видимо, лето придется пожертвовать. Но, к счастью, она просто-напросто... Просто она просто упала в ломанок, скажем так. Отлично. Так, ну и что? Как же использовать этот град стрелы? Да, получается, что я зря подошел. Так. Насколько я понимаю, у нас сейчас еще один противник появится. Семь. Так, ну он его в любом случае уже вызывает. Броня 8-6. Тем не менее. Немного нам не хватило. Да, нам еще от этого не хватало. Интересно, успеют они вызвать кого-то или нет. По крайней мере, я пока не вижу, чтобы кто-то что-то успевал, да? Так, достанет она или нет, не достает. Жалко. Так, вроде бы дополнительных ботов я не вижу, да? Отличный удар. Так, и под лейф надо куда-то прятаться. Отдастся? Отлично. И у нас открыто достижение стрелок. Да, в самый последний момент. Ну что ж, давайте его бить. Двух наших девушек он уже ранен. Ну здесь у него нет вариантов, нет шансов. Круто. И очередное повышение. Да, к сожалению, приходится использовать женщин в таких... В такого рода... ...испытаниях, скажем так. Так, ну и что же дальше? Заставить драгов преследовать вас не составляет особого труда. Дело принимает угрожающий оборот, но в конце концов вам удается оторваться от драгов в густых листах, где им трудно угнаться за вами. Вы поднимаетесь на возвышенность и ждете, когда появится караван. Час спустя его замечает отлив. Вон они, она указывает на дорогу. Осматривая караван, вы видите, что его потрепало. Кое-кто ранен, кое-кто отсутствует. В хвосте каравана собралась группа людей. Под лейф идет рядом с закутанной фигурой, лежащей в открытой повозке. Старый турак, говорит она сквозь зубы, мне нужно было остаться с ним. Смерть вождя поражает вас, как гром среди ясного неба. Вы продолжаете путь к Фростфеллеру, крепко сжимая руку Алетта. Ну что ж, друзья, пожалуй, на этом мы остановимся, на самом деле, переведем дыхание и закончим обзор этой потрясающей игры. Я так думаю, что вам она тоже понравилась. Отличный, по-моему, сюжет, интересная боевая система и довольно-таки непростой выбор, который нам приходится делать. Ну, как вы знаете, в общем-то, это нам с вами довольно-таки привычно. Ну что ж, колонна у нас растянулась так сильно, что мы не видим идущих в конце. И единственное, что мы можем сделать, нужно, чтобы они нас нагнали, говорит Авер, опасно останавливаться, пока мы не доберемся, по крайней мере, до Божьего Камня. Тропа должна быть прямо перед нами. Давайте мы попробуем воодушевить Караман Речу. Вы пробираетесь назад и поднимаете маленького ребенка себе на плечи. Деритесь за каждый шаг, помните тех, кто не выжил, и рвитесь вперед. Люди видят и следуют вашему примеру, проявляя еще больше усердия. Отлично. Ну и мы все-таки добираемся, наверное, до этого Божьего Камня, о котором говорил Авер. Ну что ж, ладно, друзья. Как я уже говорил, продолжим мы уже в следующей серии. Что ж, ставьте лайки, если вам понравилась игра, понравился ее обзор. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Добрый Макс. Всем пока.